За 25 лет независимости Казахстана страна не раз переживала школьные реформы. Для их объективной и независимой оценки год назад было создано Общественное объединение ветераны за качество образования. Об итогах проделанной работы и планах на будущее нашим корреспондентам рассказала председатель организации Раиса Полищук. В июле свой первый день рождения отметила Общественное объединение ветераны за качество образования. Учителя, педагоги, которые ушли на заслуженный отдых, родители и директора школ. В организацию входит порядка 30 человек. Такой формат взаимодействия с органами государственного управления, государственной власти в вопросах проблем качества образования, он сейчас очень актуален. Набирает обороты во всем мире, в том числе и в нашей стране. И сущность такого взаимодействия заключается в том, чтобы решать различные вопросы, возникающие в системе образования, качественно, продуктивно, прежде всего в интересах людей. За годы независимости система образования претерпела колоссальные изменения. Несколько раз переиздавались учебники. Было введено 11-летнее образование. Начинается переход на 12-летку. Замена госэкзаменов на единое национальное тестирование. Отказ от формы и ее возвращение. Но главное достижение школы 21 века – это трансформация педагогов, считает Раиса Полищук. Когда-то же ничего было нельзя изменить в школе. Отступить от учебного плана, от учебной программы было невозможно. Такова была государственная политика. Но времена изменились. Процессы демократизации нарастали. И это не могло не захватывать и систему образования. И результатом вот этих процессов, знаете, что самый главный результат изменений – это изменился педагог. Они стали свободными. Больше полувека трудовой стаж Раисы Полищук. Учитель истории, директор 35-й школы и депутат Мажелиса. Сейчас она возглавляет дошкольно-учебный воспитательный центр «Искорка». Здесь малышами занимаются по особой методике. Готовят их к новой образовательной программе в гимназиях и лицеях. Напомню, с этого года в Казахстане начинается поэтапное внедрение трехязычного обучения и 12-летнего образования. Алина Боржанова, Желтезбек Ермаканов. Новости МТРК.